Да, привет. Виктор, привет. Скажи, пожалуйста, как ты объясняешь на встречах, почему это не пирамиды? Почему инкрузус не пирамиды? Смотри, здесь очень много моментов, которые вкупе, когда пазл складывается, все становится... Здесь невозможно сказать двумя словами, не пирамиды, потому что потому-то. Но самое первое, что я задаю человеку, который, ну, может быть, не готов копаться в цифрах, но хочется уверенности все-таки, что это не пирамиды, я ему задаю вопрос. Скажи, вот если в пирамиде прекращается приток новых денег, что произойдет с пирамидой? Что? Она тут же в один день закончится. Один-два дня, и все рухнет. Вот. Скажи теперь другой вопрос. Если в инкрузус, давай с тобой поразмышляем, вот президент Майкл Хатчессон завтра объявит, что клуб становится закрытый. Ну, вот, например, он посмотрел и сказал, что там 100 тысяч человек в клубе достаточно. Ну, гипотетически давай предположим, да, что такое произойдет. Что случится в этом случае? Ну, те, которые есть, они начнут дальше копить себе на круиз. Те, кто есть, они продолжат ежемесячно вносить свои 100 долларов и накапливать на свой круиз. В случае накопления они, соответственно, используют их, едут. Так. Что произойдет не очень хорошего? Ну, те, кто пришли последние, они не смогут закрыть безоплатку. Да, то есть как таковое партнерство, оно себя изживет, то есть, ну, реферальная ссылка будет ни к чему. Да, но в целом, глобальном, ничего не произойдет, как эти 100 тысяч человек. И часть из них безоплатники. Кстати, момент такой, да, вот 50-процентная скидка. Откуда такая роскошь? На самом деле, безоплатников в компании, в среднем на всю компанию 10%. То есть, потому что есть люди, у которых, вот у тебя, например, сколько в первой линии человек регистрировано? Шесть. У меня восемь. У Сережи Вагаева, у твоего наставника, сколько человек в первой линии? Десять. Он же не получает 400 круизных долларов? Нет. Он получает те же 200. У меня есть знакомый, у него больше 40 человек в первой линии. Ольга Ротниченко, наш наставник, тоже, соответственно, там несколько десятков людей в первой линии. Как есть безоплатка, как есть 200. Поэтому у кого-то 5, да, у кого-то 40. В среднем получается 1 к 10, то есть 10 человек обеспечивает безоплатку одного в среднем по компании. То есть, это всего 10-процентные затраты с точки зрения маркетинга. 10-процентные. Не 50-процентные, а 10-процентные. Таким образом, да, то есть, если у нас закроется клуб, в плане закроется на приток новых людей глобального, ничего не произойдет. Просто не будет у людей возможности заходить у новых людей в этот клуб и использовать его возможности. Вот, поэтому это вот первое, что человеку я говорю, и он как бы понимает, ну да, вообще, о чем? Ну, как платили все, так и платят. Приток же денег никуда не денется. Вопрос в том, хватает ли этих 100 долларов. Следующий после этого вопрос возникает, да, то есть, вроде не пирамиды. Но, если этих денег не будет хватать на выплаты, на зарплату сотрудникам компании и на круиз, тогда, соответственно, будет нестабильная ситуация. Хотя, тоже ничего глобального не произойдет. Почему? Потому что есть у нас, например, даже взять самые лучшие банки России. Если прекратится приток новых, в принципе, ничего не произойдет. Но, если все одномоментно захотят снять все свои депозиты, тогда банк рухнет, даже Сбербанк. Какой бы банк ни был, если все придут, и там даже не все, а даже какой-то процент, 30% придут и скажут, дайте нам свой депозит обратно, банк, соответственно, не сможет исполнить свои обязательства, и он обанкротится. Здесь примерно то же самое. Вероятность того, что все вдруг резко ломанутся в круиз, и все захотят сразу обналичить свои круизные доллары, она практически равна нулю. Поэтому ничего не произойдет. И вопрос, хватает ли этих денег для того, чтобы отправить человека в круиз, заплатить по маркетингу, и чтобы осталась компания. Вот когда это разобрать, тогда становится вообще все в свои места. Потому что, как ты наверняка знаешь, информация от Ольги Ротниченко, от члена совета директоров, о том, что все наши круизы являются рекламными. Что такое рекламный круиз? Он далеко меньше половины стоит от стоимости, то есть это можно сказать себестоимость или даже ниже себестоимость. В рекламном круизе заинтересованы отели, которые только открылись, и им нужна популяризация. Они готовы бесплатно тебя кормить, поить и проживать, лишь бы ты, соответственно, начал о этом рассказывать. Соответственно, круизные линии также заинтересованы в популяризации этого отдыха, например, в России и вообще в других странах. Поэтому, зная схему работы клуба, о том, что каждый по большому счету человек, который съездил в круиз, он потом начинает об этом рассказывать, он по большому счету является рекламным агентом. И здесь с точки зрения, что это реально, действительно рекламный круиз, оно так и получается. Даже человек, который не занимается сетевым, он съездил за небольшие деньги в великолепный отдых, он, конечно же, начнет об этом рассказывать. Сколько примеров, люди не могли закрыть никаких пятерок, оплачивали по 100, по 100, по 100, съездили в круиз и мгновенно за месяц закрывали пятерки. Чем не рекламный круиз? Абсолютно. Поэтому здесь с точки зрения никакого обмана нет. И круизные линии на это спокойно пошли для того, чтобы иметь вот такую бесплатную рекламу. То есть, сколько платит Майкл из этих 100 долларов за нашу каюту, когда мы отдыхаем, эту цифру не скажет никто. То есть, это как раз является коммерческой тайной и, скорее всего, это эксклюзивные права, потому что Майкл иначе бы не пошел на этот контракт, если бы была возможность у других создавать подобные клубы. Скорее всего, это эксклюзивный контракт. Вот. Какая там цифра прописана, я не знаю. Но знаю, что рекламный круиз, он значительно, и рекламный любой тур, он значительно дешевле, чем половина стоимости круиза, значительно меньше. То есть, агентство платит буквально 5-10%, там оператор что-то доплачивает в обычной туриндустрии. Я беру здесь по максимуму 30%. Да, то есть, если это 30%, если из этих 100 долларов у нас 30% идет на сам круиз, для того, чтобы человека отправить в круиз, раз, треть, даже не 30, а треть возьмем, да, 33%, треть. Треть, примерно я просчитывал, когда маркетинг в самом худшем варианте для компании, в самом лучшем, и усреднял, у меня в среднем как раз получалось 30-35% по маркетингу уходит. То есть, это еще одна треть. И еще одна треть уходит на доход компании, прибыль компании и безоплатные членства. Безоплатные членства это 10% и примерно 20-25% остается компании для того, чтобы закрывать все свои расходы. Вот когда вот это вот понимание приходит о том, что этих 100 долларов, которые люди будут продолжать нести, даже если клуб закроется. Закрытый, если станет. Если клуб, да, да, неправильно, да, если клуб станет закрытый, не закроется в плане, что он перестанет действовать, а в плане того, что прекратится приток новых людей, то ничего глобального не произойдет. Они как несли по эти 100 долларов и ездили в круизы, они продолжат. Это делалось, компания как зарабатывала, так и зарабатывает, да. Вот, поэтому, да, не будет дополнительных заработков у компании, которые она тратит там на другие вещи, такие как вот оплата франшизы за бизнес, да. 195 долларов ее не будет, если новенькие не будут заходить. И не будет смысла оплаты ежегодной вот этих 95 долларов, потому что не будет, если реферальной ссылки, смысла, да, то есть бизнеса нет. Вот, поэтому вот этих дополнительных доходов не будет. Вот, ну и если это вот, я так рассказываю человеку, который как бы, ну, не знаком с маркетингом, который просто задал вопрос, потому что, ну, надо такой вопрос задать, а как ты на него ответишь, посмотреть, чтобы, потому что ему потом будут этот вопрос задавать. он сам может быть понимает что это не пирамида но ему нужно задать этот вопрос чтобы понимать как отвечать дальше вот таким образом я здравствуйте вот и таким образом я новичку даю понимание о том что вот этот хорошо очень работает я по много раз проверял давай подумаем что если клуб станет закрытым для входа новых что произойдет с пирамидой например она рухнет дорог не здесь что произойдет ничего не произойдет и вот этого человека сразу а ну в принципе да и человек как бы расслабляется вот а дальше уже вот эта вот экономика если человек начинает знает маркетинг план начинает как бы копаться в цифрах а как это вообще хватает как такое вообще возможно еще один важный момент того что отвлекся мысль сбила сейчас скажу господин что хотел сказать забыл ну ладно сейчас вспомню да это люкс ну да 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 я понял я хотел один момент еще один отметить короче тут основные моменты которые я рассказываю обсуждаем с человеком который задает но дальше уже это все прицепляется да то есть такие моменты как официальная регистрация соединенных штатах америки потому что оттуда пирамид меньше всего их вообще практически нет там все очень строго с этим вот поэтому зачем пирамиду регистрировать по самым сложным жестким законам зачем это нужно никто с этим заморачиваться не будет а момент того что сколько майкл вкладывается в развитие инструментов для нас для работы личный кабинет платежная система какие откровенно пирамидные компании будут сотрудничать с компанией paypal до одной из самых надежнейших paypal paypal у нас есть контракт с paypal мы имеем право принимать платежи через paypal и наша карта с корабликом который гипер валит она также это платежная система с июня месяца 2018 год принадлежит paypal вот поэтому мы с ними сотрудничаем очень как бы плотно и они проверяют очень серьезно компании paypal европейцы например спрашивают а у вас есть договор с paypal если есть все для них это самый лучший показатель что компании проверены и надежны потому что это надежнее чем мастер-карты и виза у paypal очень просто то есть ты делаешь один звонок и говорит что этот платеж я не совершал тебе тут же возвращают и дальше уже юристы paypal разбираются с той компанией как почему та или иная юридическое лицо сняла у тебя там со счета какие-то деньги для них это крайне важно вот это вот надежность они в разы и и больше ценят чем виза и мастер-карту поэтому эти вещи как бы да ну лицензии зачем это все вкладываться как бы да то есть вот эти все моменты это уже нюансы основной момент это вот простом понимании когда человека не хочет докапываться до сути это как раз вот эти вот вещи давай подумаем что будет если перестанет при прекратится приток новых и дальше посмотрим на экономику вот еще вспомнил момент что круизные компании у них у самих у каждой компании есть свои клубы как в любой авиакомпании да там у аэрофлота у s7 есть приорити клуб любой компании есть свои клубы и они там выделяют на этот маркетинг довольно существенные деньги вот не будучи ни в каком инкрузисе а просто езди например с какой-либо одной круизной линии несколько лет подряд тебе и состояв их клубе тебе на все будущие круизы будет скидка допе есть и без всякого инкрузис поэтому люди кто много путешествует в круизах у них вообще не возникает вопрос откуда такая роскошь 50 процентная скидка поэтому это само собой разумеющийся но просто минус в чем когда ты состоишь в клубе одной круизной компании ты можешь выбирать только лайнеры той компании а если я сегодня вы на мсс завтра я хочу на кости а послезавтра на royal caribbean это мне нужно везде как бы каждый год ездить и везде соответственно состоять клубе чтобы везде иметь скидку здесь ты приходишь в инкрузис на и у тебя пускай через четыре года даже если ты не партнер четыре года на самом деле для человеческой жизни но не так они быстро пролетают поэтому я когда входил для меня не было думаю если я даже не буду в этом бизнесе четыре года пролетят быстро у меня будет 50 процентная скидка на все не будучи никаким партнером поэтому четыре года и у тебя 50 процентная скидка на 15 круизных линий которые у нас есть для меня это было ценность вот поэтому для меня самого членства она является ценностью но мне интересно мне нравится несмотря ни на какие партнерства вот поэтому 50 процентная скидка она не шокирует никого кто знаком с этой индустрии потому что я покажу вам завтра на встрече у меня есть предложение от компании массе я вообще не состою в клубе массе на их членском клубе тем не менее они мне прислали уже если вы сейчас берете круиз мы вам даем 15 процентную скидку прям сразу же вот сейчас идите оформляете круиз следующий свой там через год или когда вы хотите через два они делают предложение вот на этот 15 на этот 5 на этот 10 то есть до 15 процентов уже скидку они готовы мне дать просто как новичку а если бы я был 5 6 раз с ними то соответственно это было там до 50 процентов не сказал человек который как бы много очень на круизы входит и он говорит как бы что у меня нет вопросов откуда 50 процентов скидка и тамара донст из германии говорит о том что у нас в германии и в европе очень часто путешествует и у нас невозможно привлечь на 50 процентную скидку в анкрузус у них у всех и так если на 50 процентная скидка они состоят в двух-трех компаниях у них везде есть там 50 процентная скидка им приходится находить другие моменты как привлечь человека в анкрузус какие моменты еще до дополнительные сделать чтобы поэтому им сложнее работать у нас это ценность потому что у нас мало людей которые состоят вот в клубах там и массе и костер и л карибин и так далее вот как так еще какие вопросы здравствуйте уважаемый зритель благодарю вас что до конца досмотрели мое видео если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн конференцию в прямом эфире где вы узнаете очень много интересного и полезного для себя и отзывы многих людей которые побывали и отдохнули на океанских лайнерах с моей стороны в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка от 0 до результата ссылка для бесплатного регистрация находится под видео и затем я с вами свяжусь до встречи а и и и и и и и и